Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы на моей кухне, и я хочу попробовать сделать чёрное мороженое. Так как я не люблю тратить время только вот прям опа на чёрное мороженое, я заодно сделаю ещё с разными добавками. В общем, смотрите. Итак, для начала нам понадобится блендер, сгущённое молоко, сливки 33%, я взяла специально для взбивания, краситель пищевой чёрный и всякие добавки, которые вы хотите. Там банан добавить, вот у меня в баночке там мёд с орехами и топпинг вишнёвый. Далее я его именую вареньем. Мы берём с вами сливки и заливаем их в блендер. Дальше мы открываем сгущёнку, и сгущёнку мы добавляем по вкусу. Если кто-то менее сладкое любит, то меньше сгущёнки, более-больше сгущёнки. И потом всё это в течение пяти минут взбиваем. Чем мощнее блендер, тем лучше. Хорошо, если получится прям пена у нас. Дальше мы берём первый, заливаем в формочку. Это у нас такой вот классический. Дальше я решила добавить немножко топпинга вишнёвого и опять быстренько взбить. Это у нас будет второе мороженое с топпингом. Цвет он не дал, но может быть будет немножечко вкус, я надеюсь. Следующий шаг мы берём наше... Вот у меня осталось тут мёд и орехи грецкие. Тоже всё это мы перемалываем. И добавляем в нашу формочку. Затем я решила часть отлить, потому что там было слишком много. Я хотела одно чёрное мороженое сделать. Добавила наш пищевой краситель. Я его специально покупала в пищевом магазине кондитерском. Можно его есть, ничего страшного. И в нашу четвёртую формочку. Теперь всё это мы отправляем в холодильник. Лучше это отправить на сутки. И в оставшуюся массу я решила добавить банан. И это уже не в формочку сделать, а просто залить в такую штучку, в контейнер. И тоже отправить в морозилку. Ну а теперь ждём сутки. В общем, наше мороженое должно уже застыть. Уже прошло очень много времени. Я не буду говорить сколько. Часов шесть точно должно пройти. Вот. И мы достаём с вами наше мороженое. Вот так вот оно выглядит. С разными-разными начинками. Сейчас я попробую достать одно. Мне кажется, что я его так просто не достану. Поэтому нам нужно взять мисочку, налить туда горячей воды и опустить туда туда. Я впервые в жизни делаю мороженое вообще. И думаю, что должно выглядеть это примерно так. Вот наша мисочка с горячей водой. Наше мороженое. Думаю, надо его опустить ненадолго. Раз. Два. Всё. Смотрите, какая прелесть. С чем это у нас было? Это было с орехами. А это? Плохо. Вот это нормально. А это было у нас? Это, наверное, просто со сгущёнкой. Блин, оно реально такое вкусно. Ещё чуть-чуть промокнули. Вау! Вау! Ммм! А чёрное было у нас совсем, помните? Смотрите, у меня всё чёрное. Он вкусный, он с орехами, со всем-всем-всем. В общем, ещё одно мороженое тут. Во, вылезло. У нас одно из них было с вареньем. Знаете, непонятно, какое было с вареньем. Вот это, наверное. Они примерно одинаковые. Отличаются только с орехами. Конкретно. Очень вкусно. С орехами и с мёдом. Офигенно. Оно как-то стоящее мороженое. Нету вот этих льдинок. Хотя я скажу вам, что не в этой формочке я замораживала, а просто в баночке. Вот там, ну, всё равно было. С этими, с кристалликами. А тут нету. Ммм! Ммм! Самое классное, что всё это натурально. Блин, я рекомендую. Как это вкусно. Ммм! Курно болтелось! Шикарно! Итак, если моё видео вам понравилось, вы хотите тоже сделать такое мороженое или хотя бы попробовать его, а оно очень вкусненькое, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, вопросы какие-то. Если что-то непонятно, я отвечаю всем. А мы с вами увидимся в следующем видео. С вами была Селена Слой. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok